Здравствуйте дорогие друзья! Подписчики и подписчицы и случайные зрители! В этом видео я расскажу как сделать простейший аэрлифтный фильтр своими руками. Но перед этим немного предыстории. Сразу скажу, что аэрлифтный фильтр не отличается особой мощностью и эффективностью. Однако есть случаи в аквариумном быту, когда мощность не нужна. Например в небольших аквариумах, креветочниках или как в моем случае отдельном аквариуме с мальками или как еще говорят в ростовике. Именно для детского сада в ростовике мне и понадобился слабенький фильтр. О том как я его запускал вы узнаете в следующих видео. История аэрлифтных фильтров началась в далеком 1797 году и принадлежит немецкому горному инженеру Карлу Лошеру. Конструкция такого фильтра может быть абсолютно любой. Вариантов бесконечное множество и в качестве фильтрующих материала также могут выступать различные материалы. В зависимости от того, что здесь и сейчас у вас есть под рукой. Например, поролоновая губка или губка от фильтра, как в моем случае сейчас. Нет губки, но есть мелкая галька? Отлично! Нет гальки на весь моток капроновой нити, подойдет нить. В общем и целом, это все мелочи. Единственное, без чего нам не обойтись, так это без компрессора. Для меня важно, чтобы вы после просмотра этого ролика поняли сам принцип действия подобного фильтра. Пузырьки воздуха от компрессора поднимаются к поверхности аквариума. Тянут, если можно так выразиться, за собой воду, которая будет проходить через установленный нами фильтрующий материал и, естественно, очищаться. Я взял губку, трубку, компрессор и немного целлофана для того, чтобы зафиксировать эту самую трубку. В трубке делаю отверстие для маленькой трубки от компрессора и именно этой частью вперед мы будем вставлять в губку. В трубке я делаю еще отверстие для большего захвата воды. Теперь фиксирую трубку целлофаном. Но лучше так не делать, а зафиксировать мелкими камешками, просто засыпав их в свободное пространство. В противном случае губка будет всплывать. Можно переделать липучку или прикрепить грузик. Я же просто положу камешки на сам фильтр. Как сказал в самом начале этого видео, это лишь один вариант из тысячи. Часто используют пластиковую бутылку и в нее опускают трубку с потоком воздуха, а саму бутылку засыпают грунтом. Продолжение следует... Смотрится не очень, но при необходимости использовать можно. Надеюсь доходчиво объяснил принцип работы аэрлифтных фильтров. Такие фильтры, кстати, иногда встречаются и в продаже. На этом видео подошло к концу. Обязательно ставьте палец вверх. Всем хорошего настроения и до новых встреч, новых видео на канале Пар. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok